Приветствую всем, кто взглянул ко мне на канал. Добро пожаловать в заключительную девятую серию моего сериала о запасах весна 2021. Хотя на самом деле сегодня на дворе уже первый день лета. Собственно, с чем я спешу вас поздравить. Единственное, надеюсь, что погода за окном в ваших городах вас радует, потому что у меня как-то все серо, грустно и печально. Мне хочется подчеркнуть красной жирной чертой то, что вы сейчас увидите. Это не запасы, это именно коллекция. Как в Америке, общество анонимных алкоголиков. Да, я гелеманьяк. Я об этом говорила уже неоднократно. И я гель собираю. Это коллекция, которая имеет сроки годности, которая находится в движении. Что-то выводится, что-то добавляется новое. Но все-таки коллекция. Она развивается, она меня радует. И здесь уже меня поймут люди, которые действительно одержимы каким-то собирательством. Здесь идет порой радость даже не от применения, хотя и применения тоже, но и от факта самого правообладания. Что касается цифр. В прошлом году у меня было 202 геля для душа, в том числе и мужские. За год я вывела 60. Что касается нынешней цифры, не знаю. Девчонки, сбилась, когда ввела, скажем так, письменный подсчет. А уж тем более физически сосчитать я не смогу. Я просто прихожу в панику. Не от количества, а от того, что, понимая, если я начну считать, то обязательно собьюсь. Поэтому проще всего это будет уже сделать по факту, когда ролик будет снят. Большая просьба к людям нервным, впечатлительным, агрессивным. Не надо писать мне гневных комментариев. Потому что, честно, сразу буду удалять. Не хочу портить настроение себе, портить его вам, чтобы вступать с вами в какую-то непримиримую дискуссию. Поэтому выдохните, дышите глубже, смотрите. Ну, или же, если вы действительно очень нервничаете по поводу количества, лучше не смотреть тогда вообще. По поводу сроков годности. Я очень долго объясняла свою позицию. У меня было в прошлом году видео на подобную тему. Там я целых 6 минут вещала перед тем, как показать те гели, которые у меня есть. Поэтому, если вам интересно, пройдите, посмотрите видео за прошлый год. Сейчас мне на этом просто не хочется останавливаться. И пора бы уже, наверное, приступить. Покажу все гели. Здесь будут в перемешку и мужские, и женские, которые находятся в использовании. Потому что девочки очень просили показать вообще все. Да, я принесла даже те гели, где там осталось на донышке, на донышке. Сейчас вокруг меня собрались вообще все гели, которые есть у меня в квартире. Так что тут вокруг меня, ну, просто море. Гелевое море. Итак, обычно я начинаю всегда с гелей для душа от Yves Rocher. Но давайте сегодня ради разнообразия начнем с гелей Avon, а потом Faberlic, то есть с сетевой косметики. Итак, конечно же, линейка Сенсис. И здесь у меня есть единственный гель в большом объеме, 500 мл. Это увлажняющий, живописная Тоскана, Нероли и Олива. Давно его сняли с производства, и как раз поэтому только он у меня идет в большом объеме. Потому что 250 я просто не успела приобрести в свою коллекцию. А когда опомнилась, единственное, что было на распродаже, это вот такой большой объем. Ну и далее, раз уж я начала про крем-гелевые текстуры, по ним и пройдемся. Линейка драгоценные масла Мед и Гордыня. Следующая Алая Роза и Пачули. Ну и гель для душа, который вышел последним в этой серии, это Белый персик и Ванильная орхидея. Продолжу лимитками. Это линейка СПА. По-моему, это лимитка. Хотя не знаю, как-то не отслеживала наличие в каталогах сейчас. Блаженство Андалузии. Гранат и миндаль. И Магия Индии. Кардамон и сандаловое дерево. Лимитки весеннего характера. Здесь у меня чудесные воспоминания с ароматом пиона и магнолии. И ароматерапия счастья с ароматом граната и фрезии. Лимитки. Ну, по-моему, они были летние. Это средиземноморские приключения. Сладкие удовольствия. С ароматом ванильного мороженого. Изумительный аромат. Коктейльная коллекция. Карибская калада с ароматом кокоса и папайи. И фруктовая маргарита с ароматом апельсина и персика. Довольно древние лимитки. Это щедрые сокровища Африки с ароматом ванили и жасмина. Яркое солнце в Калифорнии с ароматом розового грибфрута и франжипани. Зачарованная коллекция Волшебное королевство с ароматом жасмина и белого мускуса. Относительно недавняя лимитка. По-моему, прошлого года. Это Полинезийский рай Алоха Маной. Кокос и цветок Тиаре. Дальше у меня есть парфюмерная коллекция. Это чувственная романтика Венеции с ароматом фрезии и красного пиона. А также с добавлением мускуса. Волшебные тропики. Витаминная коллекция папайи и персик. Увлажняющий притягательный аромат тайны экзотическая роза и жасмин. Небесная гармония с ароматом ландыша и яблока. Последнее мое приобретение, которое я обругала в плане оформления, это клубничные мечты с ароматом клубники со сливками. Да и аромат, если честно, не понравился. Ну и уже начатый гель, это пленительные моменты безмятежности. И его, по-моему, в каталогах уже нет. С ароматом восточной орхидеи и малины. Изумительный аромат. Действительно пленительный. Перехожу к гелевым текстурам. Давайте начнем с новогодних лимиток, которые близки и по оформлению, и, как мне кажется, по составу. Зимняя сказка с ароматом яблока и черешни. Праздничные пожелания. Ликующее зимнее яблоко с добавлением корицы. И сокровища зимы с ароматом малины и ванили. Вот эта бутылочка наиболее древняя. Назовем ее так. Дальше. Чайная коллекция. Здесь у меня дзен, мандарин и жасмин. Это были летние лимитки. Еще один гель из этой серии. Это энергия ци, зеленый чай и вербена. Коктейльная коллекция Кир Рояль с ароматом малины и черной смородины. Зачарованная коллекция Заколдованный рай с ароматом свежих цветов и бергамота. Средиземноморские приключения. Здесь у меня поцелуй солнца с ароматом розового грибфрута и абрикоса. И моменты безмятежности с ароматом лимона и черной смородины. И тот, и другой, по-моему, получились великолепно. Весенние лимитки Лав. Лимитированная коллекция Любовь к цвету с лепестками. Жасмина. А, ну, собственно, все, один жасмин здесь указан. И цветочная коллекция Весенний букет с ароматом бергамота и жасмина. Полинезийский рай. Побережье Гибискуса, Гибискус и Маракуя. Прошлогодняя летняя коллекция. И гель для душа, который входит в постоянную линейку. Это увлажняющая, освежающая морская лагуна, сочная груша. Романтичный райский сад. Экзотические фрукты и пион. И абсолютная чистота с ароматом белого мускуса и листьев бамбука. Гели для душа из линейки Сенсис. Мужские. Здесь у меня их 4 штуки. Это Энергия. С ароматом мандарина и черной амбры. Это Кактусовый перевал. С ароматом опунции и пачули. Горный маршрут с ароматом лимона и эвкалипта. И морская свежесть с ароматом морской соли и влажной древесины. В общем, мне здесь цвет очень нравится. Он обалденный. И по поводу линейки Сенсис. Это все. Давайте перейдем к линейке Нейчерлс. Итак. Во-первых, у меня есть гранат и манго. Следующий гель это свежее яблоко и жимлость. Последнее приобретение маракуйя и пион. Спелый розовый грибфрут и мята. Аромат пленительной ежевики и ванили. Аромат, который меня, кстати, удивил. Потому что брала его на жидкое мыло, а потом передумала и решила оставить гель для душа. Ну и пленительная орхидея и голубика. Также у меня есть гели немножко другой текстуры, которые идут перламутровые. Это чарующий аромат черешни и мускатного ореха. И искушающая клубника и белый шоколад. Есть у меня два геля из линейки Кеа. Это йогурт и мед. Поставлю с краешку, потому что они довольно-таки большие. Объемом 400 мл идут. И с маслом авокадо, увлажняющий гель для душа. Знаете, девчонки, мечтаю приобрести тоже из линейки Кеа. Но в наших каталогах не видела. С какао на мейкапе есть. Также у меня есть три геля из линейки Инканта. Это Ирисистабл. Розовый букет и кашемир. Это Алюринг. Белая орхидея и сандаловое дерево. И нефритовый цветок и шелк. Кто мне больше всех понравился. С ароматом. Не вижу. Экзотических цветов. Ну и последний гель от Avon, который у меня сейчас присутствует в коллекции. Это мужской парфюмированный гель Avon Free. А теперь я могу переходить к гелям от Fiberlic. Итак, давайте начнем с коллекции, где флакончики более плоские. Во-первых, La Creme. Эта линейка идет с молочными протеинами. У меня есть гель с фисташкой. Ароматное удовольствие. С мёдом. Райские моменты. И смягчающий с клубничным соком. Линейка Ботаника. И здесь у меня зелёное яблоко и мята. Василёк и Барбарис. Антистресс. Фиалка и Мелисса. И двойное увлажнение. Кедровые орешки и ежевика. Линейка Бонжорная. Посвященная путешествия, странам. Непал. Лотус и Сандал. Следующий гель это Австралия. Макадамия и Маринго. Исландия. Вулканическая вода. По-моему морская что ли. Соль. Что я как-то сразу и не разберу. Али водоросли. Вулканическая вода и водоросли. Как-то так. Последнее приобретение и новинка в этой линейке. Это Япония. Юзу и Шиса. И Мехико. Вот мне нравится этот аромат. Голубые агавы. Теперь линейка Путешествия к Солнцу. Праздник Дивали с ароматом Иланг-Иланг и свежим лаймом. Вообще вот в этой коллекции очень обычный аромат. Такие нестандартные. Ликующая Бразилия с розовым перцем и цветком каштана. Но, к сожалению, ее как бы уже все из каталогов вывели. Все, что я приобретала, в основном это распродажи. Дикая Африка. Кивана и Амарилис. И турецкая Ривьера. Морской Бриз и зеленые сосны. Теперь давайте рассмотрим линейку Бьюти Кафе. Что касается старых версий, у меня есть ванильное лакомство. И мятный шоколад. Как видите, он уже в использовании. Если брать обновленную линейку, то здесь у меня лаймовый сорбет. Апельсиновая Меренга. Банановый Мусс. И малиновый Мельфий. Линейка Флёр Де Прованс. Аромат оливы и бергамота. Стоит в запасах. И два геля, которые в использовании. Это лаванда и эммартель. У нас же лаванда и бессмертник. И роза с фиалкой. Лимитки. А нет, прежде чем показывать лимитки, давайте я вам покажу линейку Суперфуд. У меня есть ревень. И сейчас в использовании ягоды Асай. Лимитки весенние. Это прошлый, по-моему, год. Да, это прошлый год. Солнечная мимоза. Изысканная Орхидея. Ну и лимитки этого года. Спринг Бьюти. Нарцисс. Пион. Крокус. И ландыш. Также у меня есть две лимитки к Дню всех влюбленных. В этом году вышла Стори де Амор Черри Блосса. Хотя я здесь ощущаю миндаль. И гель, который меня удивил. Романтичная клубника. Я не очень позитивно отношусь к клубнике в гелях для душа. Но здесь, на мой взгляд, получилось весьма-весьма неплохо. Ну и такие одинокие гели. Что называется, из каждой серии по одному. Это линейка Витамания. С ароматами ежевики и смородины. Это линейка Счастливые моменты. Розовые грёзы. Не буду её посередине ставить. Краюшку. Линейка, снятая с производства, это СПА Дары Майя. Шоколадный крем-гель для душа. Ну и из парфюмированных Шершель Афам. Теперь давайте перейдём к Ифраше. Итак, Ифраше. Давайте начнём с лимиток зимних. Во-первых, по 400 миллилитров. Пама Руш. Красное яблоко. И в этот же год выходил чай. Ароматный чай. Какой-то золотой чай. На русский перевели как ароматный. Далее. Это Снежная сказка. С ароматом миндаля. Ну и лимитки этого года. Винтер Эпплс. Зимнее яблоко с ароматом шарлотки. Очень понравился этот гель. И полуночная ягода с ароматом клюквы. Лимитки, которые были посвящены в основном лету. Одна из последних это кивикис. С ароматом киви и имбиря. Это маракуйя и имбирь. Как видите, он уже начатый. Ну и по-моему эти лимитки уже постарше. Это абрикос. Абрикос. Нет, белый персик и анис. Это мандарин и кедр. И гель из разряда осталась на один раз. Но я все равно его принесла. Это абрикос и розмарин. Вы просили все. Я решила все, значит все. Так, гели, которые входят в постоянную линеечку. Это органа и роза. Роскошный аромат. Олива и пятигрен. Манго и кориандр. Лотос и шалфей. Тимьян и грибфрут. Тоже, как видите, он находится в использовании. Ну и мимоза плюс хлопок. Теперь перейдем к бутылочкам по 200 миллилитров, вытянутые. Два масла у меня есть. Это зимняя лимитка, зимний лес. И пенящиеся масло, линеечка роза и органа. Летняя лимитка Майгрин Сама. С цитрусовым ароматом. Еще одна, но это не лимитка, но это постоянная коллекция Маной. Но тоже абсолютно летняя, на мой взгляд, уместна очень на юге. И еще один гель подобного формата у меня парфюмированный. Это Soul Elixir Purple. Теперь также бутылочки по 200 миллилитров. Ну, такие уже пузатенькие. Одна лимитка у меня есть в этой категории. Hello Printemps. Это, по-моему, что здесь? Черная смородина и аромат ревеня. Два геля для душа у меня есть кофейных. Магнолия и белый чай. Клубника. Малина и мята. Ежевика и лаванда. Кстати, пожалела, что взяла 200. Надо было брать 400. Ваниль. Классика. Ну, и лимон и базилик. Уже третий раз у меня этот гель для душа в коллекции. Я с ним не планирую расставаться, пока я хорошее воспроизводство не снимет. Ну, и от Giordano Zumon у меня здесь есть 4 флакончика. Три из них с кофе. Бразильский кофе. И один Иван Кланг. Что касалось и фроше, это все. И теперь, пожалуй, пройдемся по масс-маркету, который часто встречается на полках в наших магазинах. Начну я с геля для душа ПФА. В последнее время мне не очень нравится их политика. Во-первых, они поменяли крышечки, которые являлись их визитной карточкой. А во-вторых, как-то размыто стало понятие лимитка, не лимитка. Раньше четко была постоянная линейка, которая находилась в продаже. И, например, выходили периодически вот такие лимитки. А сейчас смотришь, вроде бы лимитка приобретаешь. Потом глядишь, а он продается год, второй, третий. Ну, ладно, не будем долго на эту тему разговаривать. Перейдем непосредственно к гелям для душа. Единственный гель в таком объеме, который есть у меня в коллекции, это Catch Dreams. Создай настроение, расслабляющий аромат лаванды. Изумительно передали аромат свежей лаванды. Такой с горчинкой, терпкий. И само средство такого приятного лавандового цвета. Mystic Moment. Такой гель встретить у нас, по-моему, практически невозможно. Это гель для душа с ароматом цветков, с трастоцвета. Это я заказывала на мейкап. Ванильный мед и йогурт. Медовый крем с ароматом золотого ириса, а также с экстрактом меда. Линейка тайный масел. Здесь у меня есть аромат голубого лотоса. Розовый жасмин. И пурпурная орхидея. Красиво оформлены. Теперь такая летняя коллекция. Это Бали. Манго и ваниль. Фиджи. Арбуз и Иланг-Иланг. И Гавайи. Ананас и франжипани. Далее секреты Полинезии. Аромат экзотических цветов. Также масло Таману. Тайны Амазонии. С маслом Муру-Муру и цветочным зеленым ароматом. Секреты Полинезии с ароматом лумбанга и цветов гибискуса. Гель для душа, который я упустила, но сейчас переставлю. Это Ритм острова Бразилии и Ночи и Панемы. С экстрактом маракуйи и ароматом ночного жасмина. Поэтому будет вот так. Дальше. Энергия витамина с ароматом гуавы. Лимитки. Летние моменты с огуречной водой и цветками Фрезии. Вот такая лимитка Ocean Love. Хотя на самом деле там находится гель для душа с кокосом. Точнее кокосовая вода. Фестиваль Глэм для утонченных натур с ароматом экзотических цветов. И фестиваль Шик. Яркий, изысканный аромат розы. Теперь гели, которые вышли в этом году, уже обновленные. Это Go Happy. Фруктовый аромат. И создая настроение, филбаланс, тонизирующий цветочный аромат. Теперь давайте троечку покажу мужских. Это Сила Вулкана. Энергичный и дерзкий аромат. Это свежесть грозы, пробуждающий свежий аромат. Ну и гель для душа из линейки Ритмы Бразилии, Ночи и Панема с экстрактом гуараны. Это, по-моему, была повторная покупка, потому что предыдущий гель моим мужчинам очень понравился. Теперь фа, которые идут в других упаковках, в тубах. Линеечка Пьё, Парадайз, аромат папайи и киви. Цветочный аромат пачули и апельсиновый цвет. Ой, изумительная такая парфюмерная композиция получилась. И тоже весьма необычный, на мой взгляд, аромат. Это кактус и бамбук освежающий. Еще одна линеечка, которая выходила в том году, это смузи коллекшн. Манго-танго. Аромат манго и маракуйи. Я чувствую, у меня уже все не входит. Так, и Верри-Верри с ароматом спелых ягод. Последнее, что у меня есть от Фа, но не планирую использовать как гель для душа, а исключительно как средство для бритья. Это крем-мусс с маслом миндаля и ароматом магнолия. Сейчас я постараюсь это все подвинуть, и мы с вами продолжим. Далее, давайте перейдем к Лепети Марселье. Подвинула как смогла. Вообще, главный вопрос, который меня волнует в этом году, а выдержит ли стол, вообще, всю мою коллекцию? Ну, это загадка, и увидим мы результат в конце. Итак, от Лепети Марселье у меня есть три больших геля из гипоаллергенной линейки. Это гель-крем с алоэ вера и цветком абрикосового дерева. Все они идут объемом 400 мл. Это мицеллярный гель с алоэ верой и цветком яблоневого дерева. Прошу прощения, уже заговариваюсь. И гель-бальзам, сок алоэ вера и масло ши. Далее, Прованс Экзотик, это уже маленькие версии, 250 мл, с ароматом кокоса. Морская соль увлажняет и освежает. Малина и пион увлажняет и питает. Сирень также увлажняет и питает. Это у нас мандарин и лайм. Гель, который находится сейчас в использовании «Мятный восторг» с ароматом мохито. Ну а далее, такие лимитки. Во-первых, «Стране медовых грез». Коллекция «Моменты радости». Не знаю, встречается еще этот гель или нет. Гель, который вы точно не найдете у нас на полочках. Это коллекция «Аппетит Бонжур» с ароматом ежевики. Это я заказывала на мейкап. Новогодние лимитки. Три. Это грибфрут и тимьян. Это арбуз и базилик. И красная смородина с мятой. Очень интересная получилась коллекция. Я имею в виду новогодняя. Ну и вообще в целом, почему бы нет. Так, ну и три мужских. Здесь у меня остались «Шафран» и «Красный апельсин». Немножко он какой-то покоцанный. «Сосна» и «Эвкалипт». Потому что он в спайке шел. Поэтому он такой страшненький. И мята слайма. Теперь «Палмалиф». Конечно же, «Палмалиф». Моя глубокая сердечная привязанность к этому бренду практически не позволяет мне пропускать ни одной новинки. Особенно если это какая-то лимитка яркого красочного происхождения. Давайте посмотрим, что у меня есть. Начну я, пожалуй, с вот такого большого объема. Лимитированная версия, посвященная весне. Представленная на Makeup сайте. То есть только, к сожалению, на импортных площадках. Это «Joy Full Awakening». Но аромат здесь довольно прозаичный. Это «Орхидея». Объем бутылочки 500 мл. Поставлю подальше, чтобы не мешало. Если брать линейку «Натурель», то здесь у меня есть мягкий и сладкий персик. Гель для душа, который находится в использовании. Это апельсин с витамином С. Еще одна линейка, которая, к сожалению, пока у нас в России не представлена. Это «Pure and Delight». Веганская такая версия. Гель для душа с ароматом черной смородины. Правда, черная смородина здесь... Сейчас вижу в памяти. Это, да, такие сладкие ягодки. А не как у нас она представлена в чистой линии в качестве зеленого листа. Теперь давайте посмотрим на линейку «Гурме». Также заказано с сайта «Мэйкап». Это «Кофе Лав». И снова большой объем 500 мл. Но я обожаю кофе, поэтому такой объем не стеснялась заказать. И также мной был заказан на «Мэйкап». Вот такой аромат. Аромат ванили. Ванила «Плэжа». И сейчас заканчиваю «Гурме Спа» и «Живичный мусс». Это что касалось линейки «Гурме». Далее линейка «Роскошь масел». Здесь у меня есть гель для душа с экстрактами инжира белой орхидеи. Также заказаны на «Мэйкап» гель для душа с ароматом кокоса и лаванды. По-моему, тоже из этой линейки с маслами. Да, «Люксери Оилс». Ну и гель для душа, который у меня заканчивается, это авокадо и экстракт ириса. Чем мне нравится линейка «Роскошь масел», я говорила, правда, неоднократно. У нее очень красивое раскрытие при контакте с водой. Линейка «Мицеллярный уход» представлена мицеллярной водой с экстрактом льна и с экстрактом розы. Из линейки «Ароманастроение» у меня всего один гель для душа. Это «Твое расслабление» с ароматом лаванды и ланг-иланг и пачули. Следующая линейка, она выглядит как лимитированная, но, насколько я поняла, это все-таки постоянная будет линейка. Называется она «Бережный уход». Гель для душа с ароматом кокоса и лимонграсса. По-моему, я здесь чувствовала зеленое яблоко. Да, точно что-то такое есть. И гель для душа с миндальным маслом и пионом. Конечно же, линейка «Суперфуд». По-моему, ее тоже не пометили как лимитированную. Это «Аромат грейпфрута и имбиря». И ягоды «Асай» плюс овес. Ну и гели, которые идут уже с пометкой «Лимитированная коллекция». Во-первых, Новый год. Это ежевичный мармелад. Хотя это и лимитка, но на самом деле она копирует аромат ежевичный мув, который я вам уже показала. Гурмэ-спа. Вот такой. И малиновый джем. Следующая летняя лимитка – это «Амалфи-бриз» с ароматом лимона. И «Санторини-бриз» с ароматом инжира. Также лимитки, которые выходили парно – это «Нордик Хаг» и «Козий Муд». Следующая лимитка – «Make Today Special» с очень интересным, таким ярким, сочным, насыщенным ароматом. И не менее интересный аромат. Потрясающее раскрытие. Правда, девчонки, какое-то такое насыщенное, восточное. Такие переливы от розы до гурманики. Это «Enjoy Little Moments». Сейчас стоит у меня в использовании. Далее. «Cheerful Smile». Фруктовый аромат. И «Sun Kissed Day». «Поцелуй солнца». Что еще у меня есть от «Палмариф», так это линейка «Мэн». И здесь гель для душа «Освежающий Северный океан». «Очищение и перезагрузка природный уголь». «Очищение и уход алоэ вера и витамин Е». Это все, что касалось «Палмариф». Теперь давайте пробежимся быстренько по Невею. У меня ее немного, по максимуму, что могла, вывела. Из кремовых консистенций у меня сейчас есть крем какао. Крем и апельсин. Последнее приобретение, потому что новинка стала интересной. Это «Blossom Up. Нежность и забота» с цветочным ароматом. Далее линейка, посвященная глине. Это зеленая глина «Имбирь и базилик». И розовая глина «Шалфей и гибискус». Ну и три геля. Именно геля. Гелевая консистенция. «Love. Самая свежесть» «Лимонграсса». «Свежесть и пион» «Love to Dream». И гель, который я приобретала на мейкап. По-моему, он идет с «Алоэ Вера». «Love Sunshine». Такой жизнерадостный и симпатичный. Следующие гели – это «Камы». Итак, от «Камы» у меня есть гель для души с ароматом лаванды. «Гипнотическая аура» с ароматом полуночного жасмина и маслом пачули. «Мэджик» с ароматом черной орхидеи. «Романтик» – «Утонченный аромат французской розы». Здесь видите, сколько осталось. Он сейчас как раз в использовании. Ну и трио из линейки «Ботаника», которые я вам только показала в покупках. «Гранат» и «Коллаген». «Сакура» и «Витамин В3». И «Ирис» с «Витамином С». «Гели для душа» «Джонсонс». Большие объемы, приобретенные мной на мейкап. И в России они не представлены. Это «Софт энд пампер», «Ананас и лилия». И «Арбуз с розой». Прекрасный свежий аромат. Далее. С «Йогуртом, кокосом и экстрактом персика». Это «Йогурт», «Овес» и «Мед». И заканчиваю с экстрактом «Папайи». Теперь перехожу к «Гелем для душа» компании «Чистая линия». А, нет, я забыла, забыла, простите, «Джонсонс Боди Кей». Это старая версия с гранатом. Очень древняя, поэтому как бы она выбивается, я на нее внимание и не обратила. Ну, а теперь «Чистая линия». Большие объемы здесь у меня «Ежедневный уход» с отваром ромашки. «Лимитка новогодняя роза и семь масел». Хотя она раньше была представлена в постоянной версии. «Мужской гель для душа тайга». В старом оформлении у меня есть «Позволь себе легкий десерт» клубника и миндальное молочко. «Черная смородина» и 10 фитовитаминов. «Мужской» три в одном. «Энергия, чистота, мята и хмель». Ну и обновленная линейка. Снова «Черная смородина». «Облепиха» и «Ценные масла». «Пион» и «Алоэ». «Цитрус» плюс «Уголь». Теперь обратимся к иностранцам. В моей армии, они же легионеры. И пройдемся сначала по странам ближнего зарубежья. В частности, Украина. Ее компания «Эльфа» и линейка гелей для душа «Фрэш Джуз». Во-первых, есть у меня вот такой гель «Мандарин и Авапухи». Большой объем, 400 миллилитров, поставлю подальше. Гель, который находится в использовании, это «Маракуйя» и «Магнулия». Гель «Масло» для душа «Маринго». И линейка «Сенсес». Здесь «Комфорт». Это аромат, по-моему, хлопка и, по-моему, еще есть что-то карамельное в нем. И «Баланс». Аромат свежий, такой унисекс. Подходит и мужчинам, и женщинам. И есть еще такие небольшие круглые флакончики. Они мне, если честно, не очень нравятся. Это йогурт, кокос и ваниль. И «Лакват» и «Абрикос». Тоже такая йогуртовая коллекция. Белорусские гели. Это «Витекс». И здесь, в основном, новогодние лимитки. Более такие древние – банановый маффин. И рождественский марципан. Лимитки этого года – это кофе. И цитрус. Изумительное оформление, изумительные ароматы. Просто супер. Пойдем чуть подальше. Чехия. И здесь я собираю коллекцию гелей для душа компании «Дермаколь». Во-первых, у меня есть лимитки. Летняя «Хэппи Сама». По-моему, здесь идет аромат «Абрикоса». Не будем долго терять время на выяснение. Зимняя «Винтер Дрим». И здесь аромат кокоса присутствует. И постоянная линеечка – это «Гриппфрут». Макадамия и трюфель. И черная черешня. Очень классный аромат. Прям аж слюнки от него текут. Поедем еще дальше. Пускай это будет «Франция». Здесь у меня гели для душа компании «Космия», которые выпускаются для гипермаркетов «Ашан». Вот такая лимитка. Это апельсин и, по-моему, мята «Сама Волк». Зимняя лимитка «Свит Винтер». Такой гурманский вкусный аромат. Гель для душа с ароматом «Зефира» или «Машмеллоу». «Знаменитый лимонный маффин». Вообще изумительный аромат. Обожаю. Гель для душа с ароматом «Гибискус» и «Черника». И такой классический морской. Еще одна марка, которая является французским представителем, это «Котаж». Здесь у меня есть три флакончика. Кокос и ананас. Яблоко в карамели. И клубника с мятой. Плюс еще один гель, но уже мужской. Это гель с красным чили-перцем. Очень острый аромат. Ну а теперь из Франции мы с вами медленно отправляемся в Германию. Здесь у меня есть такие марки, как «Исана». Первый гель для душа с ароматом «Франджипани». «Лимон» и «Лайм», «Йогурт» и «Фрукты», «Кокосовая вода», «Молоко» и «Мед». С экстрактом жемчуга. С маслами. Масла и забота. По-моему, здесь это «Макадамия» масло. И, так, что же это у нас? По-моему, лотос. Должен быть лотос. «Балеа». Эти гели я заказываю на Wildberries. И здесь у меня есть последнее приобретение. Это «White Gloss» с ароматом кокоса, кунжута и ириса. Является лимиткой. Также является лимиткой «Капа Кабана». Это фруктовый аромат. И очень интересный аромат «Спорт энд рефреш». Здесь кокос, мята и огурец. Еще два геля, но немножко другого формата. Это «Гибискус» и «Соль мертвого моря». И гель для душа с ароматом розы «Oriental Rose». Еще один представитель Германии – это «Камиль». Здесь у меня есть гель для душа «Fresh» с ароматом лимона. «Ревень». «Алоэ вера». И аромат «Шиповника». Так, девчонки, ситуация критическая. Мне уже просто некуда камеру двигать. Я боюсь, что все, да, гели для душа не войдут. Прежде чем переходить к такой сборной солянки, у меня там остается от каждого производителя по одного, по два, максимум по три геля. Давайте я вам покажу коллекцию гелей «Акс» мужских. Во-первых, у меня есть кожа и печеньки, взрывной аромат. Следующий – это свежий аромат «Эксайт» с ароматом кокоса и черного перца. «Dark Temptation» – легендарный аромат темного шоколада. «Будь свежим», «Бодрящий душ». И активная свежесть «Феникс» – аромат арктической мяты и освежающих трав. Прихожу к планете «Органика». В общем, все такое органическое. Такая большая упаковка аромат базилика и морозного мандарина. И из этой же серии сейчас использование кокосовое молоко и банан «Фиджи». Планета «Органика» – линейка «Турбо Берри». Это энергия увлажнения с ароматом мускатного винограда. Линейка «Веган Милк» – гель-смузи для душа. Увлажнение и сияние кожи с ягодами «Асайя» и молочком семян «Чия». Далее «Органик Китчен». Есть вот такой пузырек пузатый. Это, правда, не совсем гель для душа, но планирую использовать именно как гель для душа. Это ухаживающая биопена для ванн «Тыква на Хэллоуин». И новая линейка – это вечернее молочко «Ивнинг Милк». Нежность кожи, рисовое молоко, миндальное молоко, киприйный мед. Это «Куота» – натуральный тонизирующий аквагель с ментолом, гидролатом алоэ, органическим экстрактом арктической морошки. И натуральное пенищееся кокосовое масло с кокосовым маслом, молоком и экстрактом тамаринда. От «Натура Сиберика» есть линейка «Крейзи Энималс» фитогель для сладких снов. И «Натура Камчатка» «Цветущая тундра», с которой я не подружилась. Эко-лаборатория. Крем-гель для душа «Тайская манга». И мужской гель для душа «Витивер и бамбук». Два геля для душа от производителя «Love Beauty and Planet». Это «Роза» и «Масло Муру-Муру». И «Кокос плюс» и «Ланг-Ланг». Продолжаем. «Вилента» линейка «Русская баня». Здесь у меня есть питательный банный гель «Можжевельник» и «Хмель». И увлажняющий чабрец с пихтой. Такие парочки пошли. Затерялись у меня здесь на просторах. Два геля от «Рифлэйм», хотя это косметика сетевая. Но не важно, коллекции назвать это пока трудно. «Дискавери», «Калифорния Бич» и «Камчатка». «Let's Detox». Вот такой гель для душа с брокколи, виноградом, гуавы, авокадо и зеленым чаем. И «Красный гриппфрут плюс лайм». Очень бодрящий такой, насыщенный аромат. «Оля». Также у меня есть два геля для душа. Это «Джуси Беррис». И «Интенсивное увлажнение». Гель для душа от «Бракарт», «Кафе Гурмант». Вот такой есть гель «Фростед Ред». Морозные ягоды, по-моему. И гель для душа с клубникой. С клубникой, в общем. Теперь гель для душа «Итальянский видаль», «Белый мускус» и «Мужская энергия и спорт». Два интересных бочонка «Таити». Один из них с питангой. А второй мужской, только это у нас «Тропический лес». Что ж, практически выходим на финишную прямую. Я немножко сменила ракурс. Итак, от «Кафе Мими» у меня есть два геля для душа. Это вот такая линеечка «Манго и базилик». А, «Суперфуд» она называется. Да, что-то я под конец стала тормозить. И вот такая малышка с ароматом смородины и клюквы. Гель для душа из «Литуаль Секреты Будуара». Это «Супрайз де Фрезия» с ароматом Фрезии. И «Экстаз де Памме». Далее гели из довольно дорогого сегмента. Это у нас производство Великобритания. «Ханэс Сёркл», «Трикли Мун». Здесь у нас идет аромат «Сочная жимолость». И второй гель для душа этого производителя – это «Спицит Плюм». Она же специевая слива. И еще от этого производителя у меня есть вот такая малышка «Ванила Момонт». И еще два геля производителя Великобритания – это «Апельсин и Мандарин». Это я на Ватсон заказывала. И «Дайкири». «Люксия». «Люксия» у нас это «Порша». Вот такая линеечка – это «Фиджиан Waterfall» с ароматом бергамота. Большого объема – 500 мл. И «Марокканский рассвет» с органовым маслом. Также у этого производителя у меня есть такая небольшая гурманская линеечка, лимитированная, с ароматом «Машмеллоу». «Декора Урбан Фит» – это производство «Испания». Есть у меня гель для душа с ароматом персика и грибфрута. И мужской гель для душа «Витивер». И еще два геля одного производителя – это «Джуана Польша». Это гель с ароматом вишни и красной смородины. И не совсем гель – это уже как пенящиеся масло с ароматом кофе. Еще одну парочку одного производителя, который я упустила. Это «Дольче Милк» из «Литуаль», «Санса Пич» «Пич» «Пирсик». И «Дольче Милк» старой версии – это «Зеленый чай». Ну и гель, который идут по одному. Давайте начнем с «Экспрайса». Один гель для душа у меня есть «Уанкеа» с ароматом лимонного пирога. Вот такая баночка «Пайнэпл Рум», «Ананасовый Рум». «Тути Фрути Формона» гель для душа с ароматом дыни и арбуза. Похожая бутылочка – это «Лилиен». Гель с маслами и ароматом маракуйи. Вот такой гель для душа был «Калбас Терапи» 3 в 1 с ароматом ванильного мороженого. Гель для душа от «Беорре» цитрусовый. «Фейт Ин Нейча» гель, который я приобретала в «Подружке» с ароматом лимона и чайного дерева. «Кейк Тайм» гель для душа с ароматом вишневого пирога. «Ламессанж Юник» – это крем-гель для душа с ароматом масел. Роскошная композиция, а также содержит природные афродизиаки. «Подчулиево-мускусные», насколько я помню. «Фьюжн Лайф» цитрусовый «Фрэш». Такие симпатичные пошли. «Романтик Роуз» – это у нас «Габриэла Сальвет», заказанный с «Мейкап». Также с ароматом розы, но в совокупности с малиной. «Уотер Инфьюжн Оригинал Соус». Шикарный гель, который я долго хотела – это «Афродита Косметикс Словения» «Релакс» с ароматом лаванды и меда. Недавнее приобретение. Буду знакомиться с вот таким производителем. Это «Алепетит Оливер» с ароматом жасмина и черной смородины. «Барнонген Сауна Релакс». «Ви Вер Викея» – это гель для души с ароматом юзу и папайя. «Гель для души от Синергетик» с ароматом гвоздики и дикой клюквы. «Зеленая аптека» – это масло для принятия ванн и душа с ароматом мандарина и корицы. «От Свободы» – расслабляющий гель для души с экстрактом лаванды и розмарина. «Всего один гель отдав» я приняла решение больше их гели не приобретать, потому что вот эта их кремовая нота мне не очень нравится. В данном случае я заканчиваю аромат инжира и цветка апельсинового дерева. «Бум Папайя» – гель для души, который я приобретала в сети аптек «Вита». Планирую использовать как жидкое мыло, потому что аромат мне очень понравился, слишком сладкий. «Бисум» – это мандариновый «Беллини», новогодняя лимитка. «Гель для душа» «My Rose of Bulgaria», посвященный моему розовому уходу, прекрасно передает аромат свежей розы. «Крымская роза» – увлажняющий крем-гель для душа на основе розовой воды с гиауроновой кислотой. Здесь аромат розы приглушенный, не такой интересный, как, допустим, у предыдущего геля для душа. Есть у меня вот такой гель – это «Бум Бум» – «Парфюм Ледженд» с ароматом вот этих конфеток. Такой аромат моего детства. Следующий гель от «Лёр» – это аромат мяты и жасмина. «Бум Бум Бум» – какой-то набор. «Вкус Вилл» – гель для душа «Пряный Глинтвейн». Простенький такой в оформлении. «Милк» – хорошее настроение. «Крем-гель для душа» с ароматом капучино. Недавняя покупка – это «Я Самая Бриллиант Шайн» – гель для душа с ароматом грибфрута и гиалуроновой кислотой. Но на самом деле, пахнет «Фантой» или «Мериндой». «100 рецептов красоты – крем-гель для душа смягчающий» с кофе. И есть еще вот такой гель, это Amazing Water Infusions с ароматом юзу и мандарина. От Рексона у меня есть тропическая свежесть. Ну и теперь пройдемся по-мужски. Флакончик похожий на Рексона, это Тимотей Мэн, заряд энергии с экстрактом кедра. Такой странный гель для душа Манхот, спорт импульс с ароматом таурина и огурца. Адидас, Климакул, капсулы свежести активируются при нагрузках. И Баю Омспорт, тоже показывала в последних покупках. Последнее, что остается мне вам показать, это масло, клянищееся масло от Локситан, звездочка в моей коллекции. Ну что, девчонки, вот такая получилась коллекция. Первое, что меня порадовало, то, что выдержал стол. Я думаю, вы заметили, что он находится в разобранном виде, но все равно он молодец, он выдержал. Нагрузка, конечно, колоссальная на него. Следующий момент. Если так дальше дело пойдет и будет такой прирост, мне кажется, все-таки стол уже не будет выдерживать. Скорее всего, нужно будет снимать видео частями, не вот так целиком. Потому что я не знаю, как вы. Мне кажется, тут не то, что выставлять, тут устанешь смотреть. Я лично ощущаю себя человеком, который карабкался на Эверест и вот в конце концов достиг этого пика. И по ощущениям, я не знаю, как я пробежала, кросс, да, или сделала какие-то подходы в плане упражнений. И чувствую себя немножко уставшей и физически, наверное, и еще немного морально. Далее мне хотелось сказать пару слов про гелевый тег. Прежде всего, я хочу извиниться перед девчонками, которые мне этот тег передали. Это и Танюша Термилева, это Ирочка, Ришка из Пензы, это Олинка, Ольга Н-канал. Дело в том, что я сейчас просто физически не успею. У меня меньше 24 часов до поезда. И все-таки гели, они меня подождут. Я искренне надеюсь, что мои друзья, мои зрители тоже смогут подождать. А поезд меня ждать не будет. И, конечно же, ничего не хочется забыть. Нужно подготовиться. Поэтому я приняла решение. Вообще, это видео нужно мне самой, как такой элемент самоанализа. Но мне хочется его снять, что называется, в радость, не спеша, не переживая за что-то. Просто сесть спокойно и подумать над этим, поговорить. Хотя я уже и думала, и кое-что записывала даже для себя. Но теперь только после отпуска я соберусь силами, отдохну и смогу закрыть все те, что называется, прорехи, которые у меня есть. Это, в частности, и рум-тур, которому посвящено много вопросов в последней части. Это гелевый тег. Ну и про парфюм мы поговорим, который я приобретала в мае месяце. В общем, я надеюсь искренне на скорую встречу. Я совсем не прощаюсь перед отпуском. Я еще надеюсь, что успею снять для вас косметичку. То, что я выберу с собой. Сейчас как раз займусь тем, что выберу себе пару-тройку гелей в дорогу. Обязательно, само собой. И вечерком, может быть, ночью сниму еще видео на тему косметички в отпуск. Я желаю вам прекрасного лета. Я желаю вам прекрасного настроения. Огромное спасибо вам за понимание, за терпение, за поддержку, за добрые пожелания. Я вас всех очень люблю. Надеюсь, видео вам понравилось. Мне кажется, даже я под конец уже все выдохлась. Всем огромное спасибо. Всем пока. До новых видео.